Хармин Сван-Рейнер Рембрандт Астрологов платных в основном это были богатые люди, короли и так далее. Астрологи, соответственно, изучали соотношение, ну как и сейчас, да, планеты, созвездий на небесном своде. Так вот, так, по мнению Рембрандта, выглядят люди и такое у них настроение, когда Марс внезапно оказывается в созвездии Козерога. Как-то так. Видимо, и то, и другое он не очень сильно любил. Вот, вновь Марс и Венера, пойманные вулканом. То же самое, только уже другая картина Франсуа Буше, 18 век. Ну, то есть, я к чему показываю столько раз одно и то же, потому что одна и та же тема, на самом деле, привлекает очень многих людей в разных странах, в разное время и так далее. Вот. А это уже другое. Минерва в римской мифологии соответствовала греческой Афине, богине войны и мудрости. Дело в том, что ввиду того, что они с Аресом делили обязанности, они оба отвечали за войну, у них часто возникали разногласия. И всякий раз, когда они участвовали в каких-либо войнах, считалось, что они участвуют на разных сторонах. Ну, допустим, афиняне логично считали, что Афина всегда выступает на их стороне, а Арес против. А вот, например, спартанцы, среди которых замечено аж два царя с именем Арес, считалось наоборот, что Афина это враг, а Арес это вполне себе ничего так. Так вот, их конфликты были постоянными. В основном это были перепалки и перебранки. Иногда, по свидетельствам Гомера, Гесиода, других поэтов, они перерастали уже в прямое противоборство, прямую схватку между этими богами, как, допустим, произошло в Троянской войне. К слову, Афина, хотя и женщина победила. Ну, видимо, потому что, как бы, действительно, этот наш герой, персонаж, он был, ну, ленив, скажем так, от природы, не очень дальновиден. Так вот, в данном случае мы видим как раз-таки проявление этой неприязни. Она отталкивает от себя этого бога, который является ей братом, между прочим, потому что он ей неприятен. А неприятен тем, что Арес, как правило, участвует в войне на той стороне, которая не права. То есть, Троянцы, например, виноваты ли они в развязывании Троянской войны? Ну, в развязывании войны, положим, нет. Но они ведь украли жену у греческого мекенского царя Менелая. А нет, он был спартанский, ну, неважно. Вот. Мекенский, это Агамебно. Ну, неважно, опять же. Так вот, Арес в данном случае, вместе с Аполлоном и Афродитой, плавно переходит на Троянскую сторону. Тут тоже легко объяснить тем, что все три бога происходят из Малой Азии, как раз территории Турции. Это не греческие боги. Это отражено даже в мифах. Афродита родилась на Кипре. Аполлон где-то тоже там, то ли в Кавказских горах, то ли еще... А, Делос. Остров Делос, но, тем не менее, есть версии, что не на этом греческом острове, а где-то ближе к Кавказским горам он зародился. Про Ареса тоже думали, что он фракийского происхождения бог или вообще хетского или троянского. Поэтому, ну, логично, что греки чужих богов разместили на противоположной стороне. Далее. Здесь мы видим, ну, Нептун это тот самый Посейдон, бог морей. Видим, как вполне себе напротив мирно, рядом сидят спокойно, в небеса смотрят два родственника и два бога. То есть, Посейдон и Арес в конфликте не находятся. В отличие от других отношений, которые являются конфликтными между, соответственно, Афиной и Аресом. А вот, собственно, по прямому назначению художник использовал бога войны. Дело в том, что, да, там все была любовь какая-то, отдыхалки, красивые позы. А тут Марс, видите ли, разрушает искусство, рубя при помощи меча статую. Ну, дело в том, считалось, что он действительно противник всякой мудрости, всего прекрасного. И, соответственно, это пример того, когда английский художник Сверц не считал, что это идеальное божество, а считал, что это такое божество, которое вредит. В частности, из-за него разрушается произведение искусства. Но мы можем действительно припомнить, что происходило с некоторыми историческими европейскими зданиями, например, во время Второй мировой войны, во время бомбежек. Многие из них утрачены, к сожалению. Вот. Нужно обратить внимание, что художник-англичанин и годы, это годы английской революции, только что казнили короля в 1649-м. Через год начал писать картину. При этом, не выходя из революции, Англия сразу же вступила в войну с Голландией и Францией, еще и ирландский поход Кромвель объявил. То есть война не прекращается, сплошные жертвы. Фактически власть принадлежит, ну, грубо говоря, бандитам. И логично, что в этих условиях как раз-таки можно говорить о таком проявлении войны. Наполеоновские времена. Итальянские, а не французские, кстати, этот самый. Скульптор Антонио Канова, он изобразил Наполеона в образе Марса-миротворца. Вообще, Марс-миротворец, это как будет правильно? Аксумарон? Когда? Вот. Соответственно, это глупость полнейшая. Как бог войны может быть миротворцем, но это Наполеон. Соответственно, Наполеон это идеологическое произведение. Канова жил в Италии подчиненный и присоединенный к Наполеоновской империи. Так вот, в данном случае он символизирует, что Наполеон не просто так воюет со всеми европейскими державами. Наполеон воюет за мир. То есть, воюет, чтобы не воевать. Вот. И действительно, как бы, несет людям добро, приятность и так далее. Ну, например, ни для кого, наверное, не является секретом, что Наполеон подменял крепостное право почти во всех европейских странах. Вот. Как-то так. Соответственно, того же самого Канова работа уже просто чисто это дань исторической традиции, да, Марс и Венера. В данном случае некоторые искусствоведы говорят, что это, поскольку он уже изображал Наполеона в образе Марса, это дань восхищения перед уже умершими императорскими особами. То есть, перед Наполеоном Бонапартом и Жозефиной Багарне. То есть, Канова был убежденным бонапартистом, считал, что Наполеон прав, что его первая жена вообще просто прекрасна. И, соответственно, после их, ну, вернее, не после смерти, то есть, Наполеон в 21 году умер, а после падения Французской империи, первый, он решил отразить это вот еще и так. То есть, как бы памятник, к сожалению, своему собственному крушению надежд. Русская культура тоже недалеко ушла. Вероятно, многие из нас бывали в городе Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге есть прекрасное место, посвященное Аресу, называется Марсово поле. Почему так называется? Потому что использовалось для военных парадов, иногда для учений, ну, и для всякого рода военных смотров, да? Соответственно, задумывался скульптор Козловский, которому поручили оформить это Марсово поле, над тем, каким памятником украсить. Логично, что изобразить нужно было, собственно, Марса, раз Марсово поле. Но изображать просто какого-то, опять же, абстрактного Марса, это, ну, занятие достаточно глупое было, на его взгляд. Изображать Павла Первого, который был его современником, он, вероятно, не хотел. Вот, не такой уж он был воитель. А вот Александр Васильевич Суворов, который только-только сходил в швейцарские и итальянские походы, как раз-таки был национальным героем, считалось, что он не потерпел ни одного поражения в своей жизни, это не совсем правда, дело в том, что были у него поражения на раннем этапе карьеры, но, тем не менее, на позднем их не было, и победы эти были велики и известны, соответственно, по всему свету. Поэтому Суворов был изображен в образе Марса и установлен на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Вот. Надо сказать, что чисто античная тематика, то есть античный способ изображения, не был оставлен художниками и в дальнейшем, впоследствии. В частности, датский, по-моему, скульптор Бертель Торвальдсен изобразил Марса и Амура. Вообще, это второй случай в истории, когда их изображают вместе. То есть, обычно там третий присутствует Венера. Но тут мы видели на, соответственно, древнегреческой статуе с ребенком возле ноги. И здесь тоже, вот, пожалуйста, ребенок возле ноги. Они тоже изображены вместе. Такая замечательная семейная идиллия. Итак, я начинаю потихоньку подводить итог. Можно ведь? Вот, ну, минут еще 5-7. Так вот, начинаясь вот с этого, это самое начало первого тысячелетия до нашей эры. То есть, где-то приблизительно, ну, 8-й, может быть, 9-й век. Изображение на греческой амфоре тоже Ореса и Афродита, одно из древнейших. Вообще, о культе бога Ореса известно с 13-го века до нашей эры. Вот, но изображения сохранились более поздних времен, да, то есть, ну, по понятным причинам эти амфоры, то есть, сосуды легко там разбить, легко потерять в море. Все-таки они используются не для красоты, как некоторые думают, смотря на картинки, а для перевозки масла, например, сыпучих каких-то веществ и так далее. То есть, в быту использовались, портиться могли. Вот, до, начинаем об ужасном, 20-й век, Лука Фалера. Люди, знающие в искусстве, могут сказать, врешь ты, Егор, нифига это не Фалера. Это Жак Луи Давид, художник времен Наполеона. Картина, да, действительно так называется, но это Жак Луи Давид, и это начало 19-го века. А вот это образец, опять-таки, очередного прикола в искусстве. Дело в том, что это действительно Жак Луи Давид. Но испанский художник Фалера, не знаю, считается ли он великим там или нет, почему-то счел, что тема хороша, образы хороши, но вот цветовую гамму и освещение Давид подобрал не те. И решил перерисовать картину мастера по-своему, как он ее видит. То есть, грубо говоря, если вторую разместить, там можно играть в игру и щитом 10 отличий, да? То есть, на самом деле, они практически идентичны, две картины. Но это вот картина не Давида, а испанского художника, который в 20-м веке решил поправить гения, более известного, естественно, чем он сам. Он колорист. Типа того, да. Ну, посчитал, что это раскраска, а не произведение искусства. Вот, соответственно, в конце 20-го века арест появляется и в массовой культуре. Это эпизод из фильма «Зена. Королева воинов». Сериал такой был. Там было много всяких героев, в том числе мифологические персонажи. В частности, вот американский актер Кевин Смит играл Тамареса. И вот как современные режиссеры американские, современного плохого американского кино, представляли себе этого бога. То есть, это какое-то такое, я не знаю... Мовизеландское. Чего? Мовизеландского кино. А, пардон, эмо. Ну, неважно, все равно англоязычное. Так вот. То есть, грубо говоря, видите, у него там бородка аккуратно пострижена. Вот эти вот бакенбарды, серьга в ушах. Это самая накидка какая-то такая, на байкерскую похожа. То есть, чтобы для современного человека тоже вполне себе воспринималось хорошо. Ну, дело в том, что... Я думаю, что многие смотрели фильм «Троя». Да? В фильме «Троя» есть одна особенность. То есть, отличие от Гомера принципиальное. Там вообще нет богов. В принципе. Ну, почему? Видимо, Оливер Стоун... Он же снял. Но неважно. Не додумался, как можно для современной публики относительно исторично воспроизвести богов так, чтобы их представляли, чтобы их восприняли. В данном случае это далеко не историческое произведение искусства. Поэтому режиссер позволил себе... Ну, и, соответственно, там гример, костюмер позволили себе вот такой образ. Это, пожалуйте, видимо, какой-то этот самый рекламный плакат для занятия бодибилдингом, фитнесом каким-то специфическим и так далее. То есть, это вот современная картинка, написанная современным художником. Это представление Ореса сегодня, в 21 веке. То есть, бывает, люди развлекаются, иногда они увлечены историей, религией и, соответственно, могут рисовать вот такое. То есть, не обязательно они рисуют там кошечек или еще чего-нибудь, там деревья. Как-то так. Итак, вот такое чудовище есть. Орес проник и в компьютерные игры. Дело в том, что существует компьютерная игра, по-моему, про Геракла, где как раз-таки присутствует в качестве персонажей... Это такая полустрелялка, полуквест, где присутствуют в качестве персонажей, в том числе, древнегреческие боги. Вот Орес в том числе является там персонажем. Ну, достаточно так, инфернально и жутко он изображен. Для стрелялки с содержанием, как бы, логично, боевика сам то. Ужасает, прикольно, здорово. Есть, однако, и другие образы в современности. Вот, в частности, ВКонтакте, в социальной сеть, я решил просто ради удовольствия и какого-то прикола взять и забить в строке поиска «Бухарес». Оказывается, «Бухарес» является пользователем ВКонтакта. Точно так же, как и многие другие персонажи китайских мультфильмов. То есть, например, Владимир Путин, там, Дмитрий Медведев и так далее, которые в реальности, на самом деле, могут и не находиться там. Вот. Тут вот человек не просто обозвался богом Оресом, он очень интересно, довольно-таки составил свою анкету, приблизительно историчную и соответствующую первоисточникам, и даже поискал картинки. Все его картинки как бы в одну тему. Они все изображают бога Ореса по-разному. В том числе, многие из тех картин, которые он вам уже показал. Но и вот это. Логично, на аватарчик нужно что-нибудь такое милое ставить. Вот он и поставил. Не ту же страшилку размещать. Как-то так. Ну или вот пример симбиоза, соответственно, современности и античности. Обычный современный человек решил сделать свой фотопортрет на фоне отдыхающего Ореса 4 века до нашей эры. То есть, грубо говоря, есть первый источник, есть первый образ, и человек решил сфотографироваться так же. Вот. Ну, такая специфическая идея для фотосессии. Можно и других, соответственно, богов. Я подозреваю, кстати, что я не интересовался, просто я не знаю, кто это. Вот. Что этот господин еще кем-то таким подобным мог вполне себе сниматься, пытаясь копировать или пародировать, быть может, что мне больше кажется, античные статуи, античную скульптуру. Вот. Последний пирейный кулинарный предпоследний паскареческий угроз. Да? О, как прикольно. Ну так вот. На этом моя песня закончена. Но поскольку заявили, да, что я поэт, я хотел бы на тему греческой мифологии прочитать стишок собственного сочинения. Сильно меня не ругайте, я не великий поэт, просто поэт. Вот. Наизусть я их, увы, не учу свои. Я же не Пушкин, поэтому это. Не про Ареса, но про его друга Аида и его возлюбленную жену Персифону, которую он украл у матери Деметры, из которой благополучно вдвоем жил под землей в царстве мертвых, в чудной компании пса Кербера или Цербера, как кому угодно. Итак, вот про то, как там клево. В подземелье, где темно и все мертвы. Колеблются тени. Безмолвный Аид. Нектар попивая на троне сидит. И бледным лицом злотокудрой жены все мысли правителя поглощены. Им стать одинокими трудно вдвоем. И рядом спит пес. Их таинственный дом, как пропасть, капкан для бессмертных элит. Верховный бог тьмы, не Зевес, но Аид. В потьмах демократия лучше земной. Здесь каждой душонке положен покой. Здесь нет ни властей, ни богатых, ни бед. Здесь память молчит, не обидит сосед. Колеблются тени. Всех старше богов, бесстрастный владетель истлевших гробов. И чужд ему бурный, кипящий Олимп. Ценней Персифона, чем Лавр и чем Нимп. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли какие-то у кого-то соображения, комментарии или вопросы нашему лектору? Да, пожалуйста, я готов ответить. В том числе не только про Ареса. А так в итоге все-таки идеал-то какой сформировался? У кого? У современного человека? Если говорить об идеалах, если Ареса – это идеал мужчины. Денивый, воинственный, вводит женщины друзей. У родственников даже. И не признает искусство. Еще черты его можно добавить к этому чудесному патрульному чину. Ну, пожалуй, что вы выразили достаточно точно. Мне нечего добавить к этому. То есть действительно все верно уловлено. Именно так. И это как бы транслируется? И это транслируется. Вот. Прежде всего, конечно же, ясно, что сквозь века проходит тематика именно любвеобильного и уводящего чужих жен. Вот. А насчет остального – это как бы в дополнение. Ну, то есть мужик должен быть сильным. Вот. Не тряпкой. Но при этом ему иногда разрешается быть, скажем так, лентяем и хамом. Вот. Как-то так. Это идеал, конечно, сомнительный. Я понимаю. Но, тем не менее, на данном конкретном примере мы можем убедиться, что это вариант идеала. То есть очевидно, что на самом-то деле, несмотря на мои слова про Аполлона, можно считать, что и Аполлон в каком-то смысле может служить идеалом. И Зевс тот же самый может служить идеалом, как верховный бог. Ну и так далее. А Аполлон тогда каким идеалом? Какой набор черт Аполлона как идеал? Это разум как раз-таки, уважение к прекрасному, к искусству, близость к этому. Ну и такая жесткая логичность, вполне себе мужская. Как-то так. Меня вот как раз удивляет, почему Зевс не составляет конкуренции всем этим богам. Потому что он не менее любвеобилен, не менее воинственен, да еще плюс действительно верховный бог. Мне кажется, все-таки его образ гораздо больше подходит на идеалом мужчине, нет? И в другом проявлялась. Возможно, что так оно и есть. Но Зевс, он вообще занимает особенное положение в греческой культуре. То есть он бог-то, конечно, верховный, но почитаем, был в Греции достаточно слабо. То есть его святилищ мы не можем найти, то есть их следов во многих местах Греции. Все почему? Он, как правило, находится над всеми процессами. То есть он над схваткой, над вот этими дрязгами между своими родственниками. Даже в случае с Троянской войной его жена Гера на протяжении, ну, практически целой книги из Илиады уговаривает его участвовать в войне. А он говорит, не, зачем? Вот этих я послал, Афина там и так далее. Пусть они разбираются. А она его убеждает, убеждает, а он не хочет и все. То есть вот, опять же, вероятно, это такая семейная черта греческих богов. То есть вот бездеятельность, да? Но Зевс бездеятельен не потому, что он ленив, а потому, что он считает недостойным, видимо, верховного божества ввязываться в что-то мелкое и неинтересное. Ну, просто взрослый боже. Ну, мало ли что. Я еще скажу. Мне кажется, Зевс, он ведь модифицировался в традиции, потом в бога отца. Есть такое ощущение, что как бы... В христианстве, в смысле? Да, бога отца изображают так же, как изображали Зевсы в античности. И поэтому он не может быть мужчиной. Ну, то есть как-то вот так вот. Ну, в том понимании. В смысле? Понятно. Но он слишком, слишком... А, ну да, ну, бог отец, он же как бы вот тот самый. Мужчина должна быть какая-то чертовщина. Да, 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 совершенно верно. То есть Зевс в этом смысле, ну, практически полностью идеален. Даже, допустим, там такой эпизод в его биографии, как похищение Европы. Вот он украл ее в Финикии, ну, современной Ливан-Сирии. Вроде бы плохо, да, воровать у родителей дочь, тем более будучи женат. Причем Зевс был женат, по-моему, 8 раз, кажется. Вот, Гера последняя жена Зевса. Вот. Часто он на всех своих сестрах был женат. Вот. Ну, это так, обычное дело. Но, благодаря похищению Европы, якобы, согласно греческому мифу, родилось потомство, основавшее греческие города в том числе. То есть, грубо говоря, именно от этого союза семейного и произошли европейские народы. Так что мы, как европейцы, должны быть благодарны Зевсу за его злодейство? Думаю, что да. Вот. Как-то так. Что касается того, что он взрослый, это ничего не решает. Допустим, вполне себе взрослый бог Посейдон, брат Зевса. Причем он старший брат Зевса. Но, вот, как любит Посейдон движуху, это, ну, можно узреть, на самом деле, по тем же произведениям Гомера. Потому что Посейдон стремится участвовать во всем. Логично. Море – это стихия. То есть, она бушует. Это там, где-то в небесах, облачка. Вот. Солнце светит постоянным светом там без посудистов, то есть, облачка-то внизу. Вот. А в море там совсем по-другому. И поэтому, возможно, кстати говоря, вот этот самый Посейдон, будучи взрослым, находит прекрасный общий язык с Аресом, который является молодым и с некоторыми другими своими младшими родственниками, потому что он любит, когда вот что-то происходит. В общем, да. Я, кстати, готовясь, прочитал книжку. Оказывается, можно современных людей по Олимпийскому Пантеону раскидать, как по знакам Зодиака. Так что это, при желании, попробуйте проанализировать себя. Ну что, если на этом все, тогда давайте еще раз поблагодарим нашу Олегнар за интереснейший вечер. Спасибо большое. Спасибо большое. Увидимся через две недели. Да. Да. Нет? Нет. Увидимся? Увидимся, увидимся. Через две недели уже, первая мать. Вот я вот и думаю через две недели. Субтитры подогнал «Симон»